Христианство считает, что Иисус пришел, чтобы восстановить отношения и общения между Богом и человеком. Это определение христианства. Мы, христиане, верим, что Иисус пришел, чтобы восстановить отношения и общения между Богом и человеком. Это по-христиански. Чтобы восстановить эти отношения, тет-а-тет не принимается. Когда ты шлепаешь меня, как христианин, вам не разрешено оскорблять, правы вы или нет. Это христианство. Будь вы правы или нет, вам не разрешено, вам не разрешено оскорблять. Это христианство. Вы христианин? Если вы не христианин, вы религиозные люди. Люди не знают разницы между христианством и религиозными людьми. Отец, одерживая демона мальчиком, был религиозным человеком. Вот почему он побежал к Иисусу. Я верю. Вот почему я здесь. Это значит, я верю в свой религиозный путь. Тет-а-тет. Ты ненавидишь меня. Я ненавижу тебя. Ты прости меня, я прощу тебя. Это религиозный стандарт. Вы помогаете мне, я помогаю вам. Любовь по эгоистичным, классическим и материальным причинам. Но наша любовь безусловна. Это проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня. Христианство лежит в сердце. То, что не исходит из твоего сердца, является грехом. Можете ли вы представить, сколько грехов вы совершаете каждый день? Когда вы приветствуете своего брата, и это не от вашего сердца, тебе просто нужно поприветствовать, потому что он твой старший брат. И сразу же, когда вы закончите приветствовать его, и он поворачивается к вам спиной, если я прав. Может быть, вы не понимаете, что я говорю. Я говорю, христианство лежит в сердце. Скажи своему соседу. Я тебя не слышу. Христианство лежит в сердце. Это означает, что то, что не от вашего сердца, является грехом. Можете ли вы представить, сколько грехов вы совершили сегодня? Вы приветствуете кого-то, потому что он ваш начальник или ваш босс. Вы приветствуете, потому что вам нужна помощь. 90% того, что вы делаете каждый день, не от вашего сердца. Вы помогаете людям, но это помощь не от вашего сердца. По эгоистичным, классическим и материальным причинам. Можете ли вы представить, сколько у вас сегодня друзей, которые не от вашего сердца? Как будто вы находитесь под некой силой, которой вы не можете противостоять. Даже когда вы должны приветствовать своего босса на рабочем месте, «Добрый день, сэр!» Это не с твоего сердца. Христианство лежит в сердце. Это говорит вам о том, что многие хорошие поступки людей не имеют записи у Бога. Благотворительность, помощь, одолжение, помощь людям, деньги, которые вы даете. Люди говорят, «Этот человек добрый», но в конце дня вы обнаружите его в огне Ада. Потому что все эти вещи не сердца. Ты со мной? Теперь сядь и скажи мне, сколько вещей ты делаешь из своего сердца? Даже молитва, когда я говорю, «Встань и помолись», потому что я сказал это, «Ты встаешь, а не то, что мы хочешь». Когда мы начинаем молиться, вы видите. Не то, чтобы ты верил. Когда я говорю во имя Иисуса, вы говорите «Аминь» не от своего сердца. Вы видите, как традицию, вы просто должны сказать «Аминь». Есть одна проблема. Снаружи вы увидите много очень добрых, хороших людей, и вы все равно найдете их в огне Адам. Ах, очень хороший, хороший человек. Какой замечательный человек. Боже мой, он может отдать свою жизнь. О, он замечательный. Какая щедрая, добрая женщина. Эти вещи не от души. Вот почему наша жизнь такая. Видеть свою жизнь, видеть все, что ты делаешь. Кто из нас на самом деле молится о болезни? Почему болезнь? Кто из нас молится о трудностях? Почему вы сталкиваетесь с трудностями сегодня? Потому что молитва, которую предлагаете, сходит не с вашего сердца. Вы молитесь о благословении. Господи, благослови меня. В конце вы сталкиваетесь с бедностью. Это значит, что вы молитесь не от вашего сердца. Вера от сердца человека, а то, что не исходит от веры, является грехом. Если вы говорите, что вы христианин, то то, что вы делаете, не от вашего сердца. Бог ничего не знает об этом. Это не от Бога. Что бы вы ни делали, это от вашего сердца. Бог не побеждает. Бог — наша награда. Если вы не хотите поприветствовать, но приветствие, которое не из вашего сердца, люди будут улыбаться вам. Как дела? В результате нашей жизни, то, что вы делаете, люди видят, что вы делаете. И это не от вашего сердца. Никто здесь на самом деле не молится за бедность. Почему бедность? Бог не глухонемой. Он не человек, который лжет. Когда ты зловишь его, он слышит тебя. С сегодняшнего дня я приказываю эту потенциальную жизнь. Заказываю. Поднимитесь. Открой свои уста и начни упрекать эту потенциальную жизнь. Вы продолжаете притворяться. Все, что вы делаете, не от вашего сердца. Начните упрекать их. Я приказываю этой потенциальной жизни во имя Иисуса уйти, оставить вас. Молитва. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Это почти образ жизни, бизнеса. Надо притворяться. Вы должны притворяться, что любите, тогда как вы не любите человека. Вы должны притворяться и здороваетесь, а это не то, что вы намерены делать своим сердцем. Вы должны притворяться, что заботитесь, тогда как вам не хотите заботиться. Жизнь была такой, почти образ жизни. Как долго вы будем продолжать это? И Бог наша награда. Как мы получаем награду? На самом деле, это не награда жизни, в которой вы живете. То, что вы говорите снаружи, сильно отличается от жизни, в которой оно внутри. Молитва, которую вы предлагаете, не поститесь и молитесь. Вы продолжаете молиться за благословение, бедность продолжает расти. Вы продолжаете молиться за прорыв, неудача приходит. Вы продолжаете молиться за исцеление, болезнь продолжает. Это означает, что эти молитвы, которые предлагаете, нет вашего сердца. И все, что нет вашего сердца, является грехом. Если ваши отношения с людьми были не из вашего сердца, разочарование не может разлучить вас. Муж и жена, если вы искренне любите своего мужа, а ваш муж любит вас, и что любого сердца ненависть принесет больше понимания браку, разочарование принесет больше понимания браку, это будет способствовать браку, а не отделять брак. Где в Библии, что когда вы вступаете в брак, ваш брак не в беде, не в контакте? Где это находится? Почему проблемы разделяют брак? Почему кризис разделяет брак? Отношения. Потому что мы не искренне. Брак не из сердца. Мы вступаем в брак из-за внешнего вида, из-за того, что мы видим. Деньги, собственность, красота, внешний вид. Вот причины, по которым мы женаты. И такого рода причины не могут выдержать испытания временем. Они не могут выдержать испытания временем, потому что внешние причины скоро исчезнут. Красота, удобство, собственность, деньги скоро исчезнут. Посмотрите, что происходит сейчас. Ноги предприятий в браке рухнули. Потому что причиной брака были деньги, собственность. Куда мы идем? Внутреннее мое сердце. Внутреннее мое сердце. Господи, я хочу быть, как Иисус, в глубине своего сердца. Господи, я хочу быть, как Иисус, в глубине своего сердца. Господи, я хочу быть, как Иисус, в глубине моего сердца. Внутреннее мое сердце. Ном einem сердце. «Lord, I want to be like Jesus in my heart» Вы хотите быть похожими на Иисуса? Вы хотите быть похожими на Него внутри моего сердца? Вы хотите быть похожими на Него внутри моего сердца? Вы хотите быть похожими на Него внутри моего сердца? Я приказываю все, что имеет отношение к сатане Что противостоит воле Божьей в вашей жизни Я приказываю это во имя Иисуса Христа Приказываю им Иисуса Приказываю им Иисуса Вы признаетесь в Иисусе Но действовать в Иисусе Вот в чем ваша проблема Вы говорите, Иисус есть Господь Но сказать это всем своим сердцем Вот в чем ваша проблема Любой может сказать, что Иисус есть Господь Но не каждый может сказать, что Иисус есть Господь Всем своим сердцем Когда мы исповедуем Иисуса Мы должны исповедовать Его всем сердцем Кто из вас исповедует Иисус мой Господь Всем своим сердцем Любой может признаться в этом Я против всего, что не от Бога Я против всего, что не от Бога Все, что не от Бога в вашей жизни Все, что вот не от Бога в вашей жизни Я в ваше признание, которое не от вашего сердца, я против этого. Вот почему сатана продолжает вытеснять нас, заменяя нас. Потому что мы не там, где Бог хочет, чтобы мы были. Бог хочет, чтобы мы были там, где наше сердце. Он сажает нас там, где наше сердце. Прямо сейчас я приказываю вашему сердцу слушать. Слушай голос Божий. Сердце твое, 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 слушай голос Божий. Моя жизнь, я отдам Богу свою жизнь. Если я отдам Богу свою жизнь, Он позаботится обо мне. Он никогда меня не подведет. Я отдам Богу свою жизнь. Видишь, вы признались в правильной вещи. Вы говорите, если вы отдадите Богу жизнь, Он не подведет вас. Вы уже подвели Бога. Ты разочаровываешь Бога. Вы сказали это, если я отдам свою жизнь тебе, Бог, я знаю, что ты меня не подведешь. Потому что ты не делал то, что делал своим сердцем. Определенно. Чего ты ждешь от Бога? Пспой это снова. Моя жизнь. Я отдам Богу мою жизнь. Моя жизнь. Я отдам Богу свою жизнь. Если я отдам Богу свою жизнь, Он позаботится обо мне. Он никогда меня не подведет. Я отдам Богу свою жизнь. Нет другого способа дать свою жизнь, Богу без своего сердца. Где Бог заинтересован в величайший факультет. Это коммуникатор между видимым и невидимым. То есть материальный мир и нематериальный мир. Ваше сердце. Которое в Библии называют вашим духом. Это наш дух, который присоединяется к Духу Божьему, чтобы заявить, что мы дети Божьи. Я молюсь, чтобы Господь дал вам слух сегодня. Сердце. Никогда не поздно. Это послание укрепит ваше желание решимости к Богу. Продолжение следует... Божьем! Продолжение следует...